Победу кандидата от партии Шор в первом туре выборов в Гагаузии правящий режим Молдовы воспринял как угрозу. Об этом заявила Евгения Гуцул, комментируя обыски в территориальных офисах партии, а также задержание членов избирательного штаба, имевшие место в минувшее воскресенье. В партии Шор назвали очередным грубым фейком новости о якобы перехваченных телефонных разговорах активистов из Гагаузии, добавив, что эти записи фальсифицированы для очернения имиджа кандидата. Лидер политформирования Илон Шор считает, что действия власти выходят за все правовые и моральные рамки и обратился к послам Турции, России и Китая, чтобы они высказали свою позицию по этому поводу. В самой автономии люди возмущены и говорят, что давление на партию Шор приведет к еще большей ее поддержке. Кандидат от партии Шор на должность Башкана Евгения Гуцул не сомневается. Власти пытаются сорвать второй тур выборов в Гагаузии из-за полученного ею результата в первом туре. Она считает, что действия власти по давлению оппозиции синхронизированы и в автономии, и в Кишиневе. Не случайно и то, что обыски, а также новая волна репрессий и запугиваний происходит в день, когда движение для народа, членом которого является и партия Шор, объявило о проведении протеста у парламента против беззаконий власти, а также чтобы потребовать досрочных парламентских выборов. Режим прибегнул к шантажу, угрозам и задержаниям, чтобы запугать людей и отвадить их от участия в антиправительственных протестах. Подобными действиями нынешняя власть вновь и вновь демонстрирует, что боится собственного народа, который она обездолила и над которым продолжает издеваться. Она также подчеркнула, что партия Шор выдержит репрессии и продолжит борьбу за интересы всех граждан Молдовы, борьбу за победу гагаузского народа и превращение Гагаузии в край мечты. Депутат фракции партии Шор Регина Апостолова считает, что правящий режим намерен повторить в Гагаузии бельский сценарий, когда кандидат от партии Шор Марина Таубер была снята с предвыборной гонки после первого тура. Сегодня мы понимаем, что эти мероприятия, которые сегодня Чиня проводит с активистами, с руководством партии Шор, которая работает в Гагаузии, направлены на то, чтобы снять нашего кандидата со второго тура. То есть в очередной раз показать, что мнение народа, желание народа для правящей партии ничего не значит. Депутат партии Шор Вадим Фатеску также считает, что на выборах в Гагаузии власть идет по старой схеме. Причем закрыть рот оппозиции пытается уже не прикрыто, цинично. После первого тура наш кандидат занял первое место на выборах в Гагаузии. И сразу после этого начались атаки. Преследуются и запугиваются люди для того, чтобы сорвать второй тур выборов. А может быть и скорее всего у них есть сценарий каким-то образом снять нашего кандидата, как это было с Мариной Таубер в Бельцах. И эти действия по поводу сегодняшних протестов и задержания в Гагаузии, это все показывает слабость власти и показывает ее полную диктатуру. Причем делается все это с молчаливого согласия европейских и западных партнеров, отметил Вадим Фатеску. Особенно цинична диктатура правящего режима, по его словам, выглядит на фоне призывов ко всем жителям Молдовы выйти 21 мая на площадь Великого национального собрания. В самой Гагаузской автономии люди возмущены происходящим и заявляют, что правящий режим творит беспредел, пытаются устранить оппозицию в лице партии ШОР. Но такие действия власти, считают избиратели, до добра не доведут. Я вам скажу одно, что все решает народ, все зависит от народа, потому что это свободный выбор и только народ может решить будущее. Это беспредел. У каждого свое право, мнение, кто за кого хочет, за того и голосуют. А то, что эти обыски, это беспредел. Это 100% вмешательство, 100%. Они увидели сильные конкуренты, которые боятся. Единственная партия в Молдове, которая защищает народ. Побольше таких людей, тогда будет демократия. А сейчас демократии в Молдове нет. Я думаю, что это не только вмешательство в выборах, потому что очень много видел информации про подкуп какой-то еще и так далее. Я у себя в селе знаю, что никому деньги не предлагали за то, чтобы проголосовать. Нужно давать дорогу тем, кто реально делает. Просто есть попытка снять неугодного кандидата, который не будет подчиняться центральным властям, который будет защищать статус автономии, жителей автономии будет защищать. Провокация. Первый тур 500 человек было за Шор, сейчас 1000 будет. Шор самый хороший, вот сейчас в Молдове самый хороший политик, самый умный и самый не вор, как эти. Я считаю, что народ восстанет. В любом случае некуда уже терпеть. Почему они мешают? Пускай партия есть партия, пускай они выигрывают, значит народ их избрал. Они идут против народа. Люди приравниваются, что-то в Аргеве, как в Таракли, обещают в Гагаузе. Я уверен, что Шор это сделает. Единственный, который в Молдове. Больше никто. Лидер партии Шор Илон Шор подчеркнул, что аресты и обыски у членов партии представителей избирательного штаба в Гагаузе, проведенные властями всего за неделю до выборов, являются беспределом, выходящим за все правовые и моральные рамки. Мы давно знаем, что в Молдове, к сожалению, власти пытаются устроить выборы только так, как им удобно и нравится. Мы понимаем, что у власти дрожат коленки от представления того, что кандидаты в партии Шор выиграют в Гагаузе. Лишь потому, что знают, что очень быстро результат налицо. Власти невыгодно, чтобы люди в Молдове жили хорошо и чтобы были изменения. Именно поэтому они будут препятствовать любым изменениям. Политик обратился к послам Турции, Российской Федерации и Китая, чтобы они обратили внимание и высказали свою позицию по поводу происходящего на выборах в Гагаузе. Сегодня мир биполярный. Я обращаюсь к дипломатам из Турции, Российской Федерации и Китая. Уважаемые господа, я очень прошу вас обратить внимание и высказать свою позицию на то, что происходит на выборах в Гагаузе. Лишь потому, что мы видим, какой беспредел Америка и Запад устраивают во всем мире. Сегодня этот беспредел добрался до Молдовы руками Майя Санды. Мы очень просим вас вмешаться и высказать свою точку зрения. Да, сегодня Молдова захваченное государство, но то, что сегодня в Молдове по беспределу проходят незаконные действия во время выборов, это уже перешагивает за все рамки. Я очень рассчитываю на вашу позицию и поддержку демократических процессов в Республике Молдова. Он также подчеркнул, что уже не ожидает реакции с осуждением этих злоупотреблений от послов США и ЕС, так как их устраивает, что Майя Санды остается у власти. Напомним, утром 7 мая руководство избирательного штаба кандидата от партии ШОР на выборах Башкана Гагаузе Евгений Гуцул заявило, что полиция провела обыски в территориальных организациях формирования и задержала некоторых активистов. Представитель Национального центра по борьбе с коррупцией Анжела Старинский заявила в комментарии для СМИ, что обыски прошли у представителей политформирования, которых подозревают в попытке подкупа избирателей во время первого тура выборов Башкана Гагаузе. Второй тур выборов на пост Башкана Гагаузе пройдет 14 мая. По итогам первого тура, в котором приняли участие 8 кандидатов, на первое место вышла кандидат от партии ШОР Евгения Гуцул. За нее проголосовало 26,5% избирателей. За ней следует Григорий Узун, поддержанный партией социалистов. Остальные кандидаты выбыли из гонки. По данным ЦИГа Гагаузе, в первом туре выборов Башкана явка составила 57,8%.